Телеграм-канал администрации Самары Вести с Дворянской напоминает, что в регионе стартовал пилотный проект команды развития Самарской области. Он был запущен по решению в Рио губернатора Вячеслава Федорищева. Прием заявок с 11 по 27 июня, но сроки могут быть продлены. Принять участие в проекте может любой желающий. Подать заявку можно на сайте, ссылка на которую указана на страничке Телеграм-канала. Противодронные багажники для машин стали изготавливать в Сергиевском районе Самарской области, сообщает Телеграм-канал администрации промышленного района Самары. Их отправляют в зону СВО. Идея создания принадлежит Максиму Лукьянову. Вместе с супругой и детьми он решил передать бойцам свой собственный УАЗ. А потом Максим решил сделать багажник на УАЗ для перевозки с точки на точку на фронте грузов. Кроме этого, установили еще и лестницу, чтобы удобнее было подниматься. Автомобиль назвали Виктор Дамасский и перегнали на Донбасс. Администрации железнодорожного района Самары публикуют карточки и инструкции о том, как вести себя в жару. С 11 утра до 5 вечера нужно по возможности находиться в вентилируемом помещении, свести до минимума время нахождения на солнце. Окна лучше держать закрытыми и зашторенными, чтобы солнечные лучи не попадали в комнату. Для выхода на улицу лучше выбирать одежду из легких тканей и головные уборы. Пить больше жидкости и исключить употребление спиртных напитков. Занятия спортом лучше перенести на вечер.